Привет всем, ребята! Меня зовут Пукинот! Не бутите и ты мне скажи, что за дичь только что мы увидели. Какой еще енот? Что это вообще? Ха-ха-ха! Как я пока не могу сказать, но намекну, это будет действительно очень масштабный и крутой проект. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Моркет и Капитан Очевидность. Перед тем, как мы приступим к обзору нашего дробовика, хочу заметить, что помните, еще не так давно люди шутили, говорили «Вот, настанут времена, ютуберы будут собираться вместе, чтобы было с кем поиграть и записать обзор на пушку». И, друзья, эти слова были пророческими, так и эти времена уже наступают. Потому что, чтобы более-менее нормально начать играть и собрать какой-то онлайн на ПТСе, пришлось объединиться Косте Медиуму, мне, Женьку Буге, Локи Юрьевич, Стас Ад пришел. В общем, пришлось собраться всем вместе, чтобы начать записывать обзор на этот самый дробовик. А дробовик у нас называется Hand Group MH12 или 12 по-английски. Ну, знаете, название сложное, поэтому я просто решил называть его Лох. Уж извините, назвал как есть. Давайте взглянем на ТТХ. И сразу видим, заебцом, все характеристики в ажуре. Никаких серьезных недостатков здесь вообще не наблюдается, кроме, пожалуй, темпа стрельбы. Все-таки такие показатели, да, в 2021-м, извините меня, не самый мощный нагиб в этом плане. Однако все остальное реально в ажуре. Урон, дальность, точность, магазин. Успех. Не подкачал и визуал. Моделька дробовика, сука, красивая, звук сочный, нагибной. Анимации перезарядки до зарядки, вы знаете, все прямо смотрится. Все сделано в лучших голливудских стандартах. Лучше скажи, что он сможет показать против лучших дробовиков. Вот, правильно, капитан, очевидность. Вопрос хороший, самый главный, системообразующий. И нет, друзья, этот новый дробовик под названием MH12 лох, он нифига, он почему и лох, собственно говоря, потому что он нифига не конкурент киллтекам, чапам и бинелькам. Но многие вам скажут иначе. Многие люди на ПТСе стали говорить после там одной-двух каток. О, сука, опять новая имба, бабки тратить, бинелькилтеки чапы уже не авторитеты. Ну, я вас умоляю, это все очень субъективно. Вот ты каточку скатнул, вот у тебя залетело, и вот вроде ничего. Во! А теперь слушайте старого ебутентия, ибо он катал с этой пушкой, пока не лег спать. А спать он лег позже всех. Даже Юрьевич уже закончил истекать слюной по анимешным тянкам у себя там и ушел спать, а я все еще бегал с этой пушкой, сука, и проверял, как же она ваншотит и не ваншотит. Кроме этого, Костян Медиум предложил отправиться на ангарчик и провести ряд тестов, чтобы прямо было видно по науке, что почем, хоккей с мячом. И мы эти тесты провели. Вначале были тесты ваншотов. Кто не знает, самый ваншотный дробовик в Warface нет никакой нахрен ни Марлин, и ни Чапа, и даже ни новая Бенелли. Самый ваншотный дробовик в игре это Killtech KS7. Именно так. На той дистанции, где Killtech сносит с одного выстрела, как ни охрен делать, лох может похвастаться только полным снятием брони и большей части ХП. То есть даже со своих двух выстрелов, со своего дуплета, этот дробовик не может похвастаться лучшим ваншотом, нежели Killtech. И Killtech будет ваншотить лучше и надежнее. И что немаловажно, дальше. После этого, друзья, мы также провели тесты перестрелок. Что такое тесты перестрелок? Это когда два медика стоят на достаточно большой дистанции, где их дробовики уже не ваншотят, и начинают друг друга стрелять, выдавливая пальцы на максимальный темп стрельбы из своих этих самых дробовиков. Ну, дураку понятно, что ничего мощнее Чапы здесь быть не может в этих тестах, потому что тут три патрона просто вылетают, а вот, готово. Но сюрпризом было то, что, оказывается, новый лох не может пристрелять вообще ни одну метовую пушку. Его перестреливает Killtech, Чапа и та же Бенелли. То есть в большинстве ситуаций, что касается того же ваншота, что касается тех же перестрелок, лох будет занимать, ну, максимум четвертое место в списке дробовиков медика. И никак иначе. И во многом, друзья, это, конечно же, связано с его не самым лучшим темпом. И я вам скажу честно, как оно на самом деле с этим дробовиком происходит. Запомните золотое правило. Сразу не снес, пиздос. Именно так оно и звучит. Потому что ваш темп не позволит вам чаще всего провести вот эту вторую серию выстрелов, второй дуплет. Ну вот не получается так. Вот не хватает темпа этому дробовику. И я понимаю, если бы он ваншотил за километр дальше всех, даже дальше Killtech'а, то тут еще можно было бы подумать. Но мало того, что он уступает этим дробовикам, так еще и сосет по темпу. Вы извините меня, это ни в какие ворота. Не, конечно, есть вариант неплохой. Это если прямо, ну вот, модули хорошенько подобрать и, скажем, поставить вверх быстрая перезарядка. Мне кажется, будет нормально. Слышь, дебил, какая быстрая перезарядка? Мы в помойку играем. А, точно. Извините, сука, забыл. Короче, друзья, новый дробовик Han Group MH12, он же лох, это просто коррекционное оружие. Говорю вам честно, как есть. Если вы хотите получить какую-то реальную выгоду, то он ваших денег не стоит. Продолжение следует...